В престольный праздник Академического храма, а также в честь юбилейной даты возрождения Санкт-Петербургских духовных школ, Православной Академии Северной Столицы состоялся торжественный акт. В нем принял участие митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий. Это кадры из документального фильма. Он повествует об истории возрождения Санкт-Петербургской Духовной Академии. С него начался праздничный вечер, торжественный юбилейный акт. Открыл его, огласив приветствие святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий. Поздравил всех правящий архиерей и от себя лично. В этот знаменательный день от души желаю будущим пастырем прикладывать максимум усилий для приобретения духовного опыта и расширения кругозора. Годы семинарских студий, тот кругольный камень, на котором основывается все последующее служение. Помните, что пастырь должен быть интересен людям. Он должен находить для них убедительные слова. Вы источник слова и благовестия, способный преобразить окружающий мир через проповедь о Христе. В зале почетные гости Академии, иерархи Русской Православной Церкви и поместных церквей, ректоры вузов города, представители различных духовных учебных заведений, сотрудники и учащиеся Духовной Академии. В своем слове архиепископ Петерговский Амвросий сообщил о возобновлении премии имени митрополита Макария Булгакова для профессоров и преподавателей Академии. Первым ее лауреатом стал историк Михаил Шкаровский. Много приветственных и поздравительных слов прозвучало в этот вечер от высокопоставленных гостей. Выступили председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров и вице-губернатор Игорь Албин, который зачитал приветствие губернатора Георгия Полтавченко. К присутствующим обратился и председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной Академии, архиепископ Верейский Евгений. Мы сейчас переживаем удивительное время, время возрождения. И мы видели прекрасный краткий фильм, который говорил об истории Санкт-Петербургской Академии. Но что за этими именами и за этими событиями стоит? В коротком фильме это нельзя показать. Это прежде всего титанический труд и подвиг тех, кто стояли у истоков возрождения Санкт-Петербургской Духовной Академии. Я желаю, поздравляю всех с праздниками, желаю, чтобы третьей даты не было, чтобы мы праздновали юбилей только вот этих двух дат, открытия и возрождения. В память об этом событии ректор Московской Духовной Академии преподнес подарок – икону Святой Троицы. В завершении, во внимание к усердным трудам на благо Санкт-Петербургской Духовной Академии, митрополит Санкт-Петербургский Вадожский Варсонофий вручил церковные награды сотрудникам и преподавателям Академии.